Анна Каренина. Вот персонаж так персонаж. Глубокий, многогранный, трагичный. В начале романа мы видим Анну как любимицу света, очаровательную женщину, мать, жену. И все эти роли даются ей легко, непринужденно. Она счастлива. Она думает, что она счастлива. Она обожает свет. Она такой энергетический вампир, который подпитывается эмоциями окружающих людей. В хорошем смысле, она питается восхищением, искренним восхищением. Ложь она чувствует легко и быстро ее угадывает. Однако, встретив Вронского, она понимает, что никогда раньше не любила. Она влюбляется в ее мир, этот понятный, простой, устоявшийся, стабильный мир переворачивается с ног на голову. Это ценностная катастрофа. Она видит все как на рентгене. Она видит все то, что ей действительно важно. И что для нее поверхностное, наносное. То, от чего она легко может отказаться. Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. К сожалению, для Анны, таких незыблемых для нее ценностей оказывается ровно три. Это Вронский, человек, суть которого она понемногу понимает, но любовь. Такова сила любви, что даже понимая, как ничтожен человек, которого она любит, она не может его разлюбить. Вторая точка притяжения, не по значимости, конечно, это ее сын Сережа. Мужское сознание вряд ли когда-нибудь сможет понять всю мощь и сложность материнского чувства. Ясно одно. Преодолеть, побороть, сдержать это чувство нет никакой возможности. Это главный источник притяжения, как магнит тянет к себе сознание и душу Анны. И есть свет. Сбрасывать со счетов желание Анны наслаждаться обожанием людей невозможно. Она страдает без этого внимания. Одно время весь свет собой заменил Вронский, но немного посты в своих чувствах, он сократил количество величественных хвалебных фраз на единицу времени, чем вызвал у Анны голод. Голод обожания. Ей не хватает всеобщего восхищения, она его жаждет, но взять его негде. Именно это и заставляет ее ехать в общество, которое, как она сама понимает, не примет ее. Однако сдержать себя нет никакой возможности и Анна, наплевав на все, едет туда, куда ей ехать не стоило. Я не намерена оставаться здесь ни секунды. Рядом с такой женщиной позорно находиться порядочным людям. Три эти точки, несовместимые друг с другом в обществе условностей и лицемерия, разрывают душу Анны на части. И она просто сходит с ума. Воображение ее воспаляется, и в какой-то момент ей на ум приходит страшная, очень неумная, по сути своей бредовая мысль наказать всех своей смертью. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что своей смертью ты наказываешь прежде всего самого себя. Однако Анне эта мысль не кажется абсурдной. Надо отдать должное, никто из ее окружения не понимает состояние Анны. Хотя она несколько раз прямо говорит о своей смерти. И не просто о смерти, а о смерти, как о наказании всем вокруг. В конечном итоге это приводит ко всем известному финалу. Все же, несмотря на трагичность, не лишена Анны и подлости. Муж ее, несмотря на ее интрижку на стороне, довольно долго ведет себя сдержанно. Когда Каренин понимает неспособность Анны управлять собой, он вполне благородно освобождает ее от исполнения супружеских обязанностей и соглашается сохранять видимость брака. У него одно, не очень сложное для этого сословия условие. Вронский не должен быть у них дома. Однако Анна зовет Вронского к себе и ругает мужа, находясь в объятиях Алексея. Это не мужчина, не человек, это кукла. Да если бы я была на его месте, да я бы давно убила эту жену, такую как я, разорвала бы на куски, а не говорила бы, ты, ма шер, Анна. Это подло. Анна Каренина, безусловно, самый трагический персонаж повествования. Персонаж сложный, но живой. Подвижный ум, отзывчивая душа. Женщина эта светлая, сильная, со своими идеалами, которые она не предает. Не ее вина, что ее выдали замуж за безмозглого бюрократа. Не ее вина, что она влюбилась в такого же безмозглого солдафона. Окружающий мир, мир несвободный, мир ограничений и условностей не дает жить, дышать такому светлому и естественному чувству, как любовь. Что тут можно высказать, кроме сострадания? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И любите. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok